Всем привет! Сегодня мы поговорим о наречиях степени. Представьте, что вы делитесь с друзьями впечатлениями о вчерашнем концерте. Концерт был хороший, певица пела красиво, группа играла громко. Звучит скучновато, правда? А вот как зазвучат предложения с помощью наречий степени. Концерт был просто невероятный, певица пела потрясающе красиво, группа играла так громко, что дрожали стены. Слова просто потрясающе так добавляют яркости и экспрессивности. И сразу понятно, что вы в восторге от концерта. Наречия степени это как специи в речи, они делают ее более вкусной, ароматной, запоминающейся. Главное натренироваться вставлять эти слова в речь органично и естественно. С этим помогут преподаватели в Puzzle English. На первом бесплатном уроке методист проведет диагностику вашего уровня английского, подберет курс, подходящий именно вам, и расскажет, как устроено обучение на Puzzle English. Записывайтесь, ссылки в описании и начинайте говорить ярко и выразительно на английском вместе с Puzzle English. А теперь давайте разбираться, как использовать наречия степени на английском. Мы уже поняли, что наречия степени описывают степень, меру действия или качество. Они не просто добавляют конкретики в высказывания, они еще привносят эмоциональную окраску. Благодаря этим наречиям фразы становятся более персонифицированными, и речь становится более насыщенной и красочной. Рассмотрим примеры. Я практически уверена, что вам очень понравится сегодняшняя тема. В предложениях выше я использовала наречия Это примеры наречий степени. Наречий степени отвечает на вопрос, насколько или как сильно. Все наречия степени можно условно разделить на две группы. Наречия, которые усиливают значение, и те, которые смягчают или уменьшают значение. Примеры наречий степени усилителей. И чаще всего используется, конечно же, wary. Но посмотрите, как много у него синонимов. И у нас есть отдельный урок о том, чем же можно заменить wary. Ссылка будет под видео. Приведу примеры наречий, которые смягчают, уменьшают значение. A bit. Немного. Slightly. Чуть. Hardly. Едва. Barely. Еле-еле. Somewhat. Несколько. Quite. Достаточно. Fairly. Относительно. И другие. Кстати, наречия quite, pretty, fairly и rather имеют схожие значения довольно, вполне, но при этом имеют и ряд различий. У нас как раз есть урок на эту тему, рекомендую его тоже посмотреть. Ссылка будет ниже. Наречия степени совместимы с различными частями речи, в зависимости от того, что именно требуется уточнить или оценить. Деятельность, признак действия или признак объекта. Во-первых, они могут усиливать качество прилагательных. Посмотрим видеопример. Героиня говорит Боюсь, я не была полностью честна с вами. Completely honest. Наречия степени усиливает прилагательное. Или еще пример Экзамен был достаточно сложный. Обратите внимание, что с сильными, non-gradable прилагательными, например, с такими как furious, яростный, tiny, крошечный, exhausted, истощенный, и другими, мы не используем наречия степеней усилители. Про сильные и слабые прилагательные у нас отдельный урок. Ссылка будет под видео. Во-вторых, наречия степени также дополняют смысл других наречий. Наречия степени плюс наречия. Давайте посмотрим видеопример. Чтобы оставаться эффективными, вирусы должны мутировать чрезвычайно быстро. И еще один пример. Она довольно бегло говорит по-английски. И, наконец, наречия степени уточняет значение глаголов. Наречия степени плюс глагол. Она еле говорит. Или еще пример. Мы совершенно забыли об этом. Продолжим. Стоит обратить внимание на место наречии степени в предложении. Наречия степени, определяя прилагательные или наречия, как правило, ставятся перед ними. Например. Она выглядит по-настоящему счастливой. Или. Он бежал достаточно медленно. Исключение составит наречие enough. Достаточно. Оно ставится после прилагательного или наречия. Этот дом недостаточно, большой для нас. Я рекомендую вам посмотреть отдельный урок про наречия to и enough, где вы подробнее узнаете об особенностях их употребления. Если наречия степени определяют глагол, то они, как правило, ставятся перед основным глаголом. Например. Она практически закончила задачу. Если в предложении есть вспомогательные глаголы, то наречия степени ставятся после них. Мой друг очень рекомендовал эту книгу. Это точно будет стоить тебе кучу денег. Что касается модальных глаголов, то наречия и степени могут ставиться как перед ними, так и после, в зависимости от того, к чему относятся наречия. К модальному глаголу или основному. Если к модальному, то перед ними. Если к основному, то после модального. Например. Она может совершенно забыть о встрече. Тебе действительно стоит смотреть, куда ты идешь. Ну и напоследок интересная деталь. Если поставить не перед наречием степени, то смысл высказывания поменяется. Появится особый оттенок. Фраза будет звучать вежливее, мягче и не столь прямолинейно. Сравните. Наречие степени very во втором предложении сделало наши слова не столь категоричными. А теперь давайте поиграем. Напишите одно предложение с наречием степени, описывая, как вы классно танцуете. Одно предложение, используя наречие степени, чтобы сказать, как вам не нравится какая-то еда. И, наконец, расскажите, как вам невероятно повезло сегодня. Ставьте видео на паузу и пишите свои комментарии под видео. Ну, а я поделюсь своими вариантами. Я достаточно хорошо танцую. Я просто ненавижу оливки. Мне так повезло быть сегодня с вами. Подведем итог. Наречие степени добавляет конкретики в высказываниях и привносит эмоциональную окраску. Используйте эти наречия в разговоре, и вы сразу заметите разницу. Ваша речь станет более живой, красочной и выразительной. На этом все. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...